Когда ты сейчас смотришь на меня, мое тело это трехмерное голографическое поле, которое люди превращают в частотное поле, в то, что они видят здесь. Итак, у этих гибридных родословных есть два поля, одно человеческое, одно нечеловеческое. Так что, когда проецируется человеческое поле, оно доминирует, что в большинстве случаев происходит по понятным причинам, они не хотят знать, что происходит, тогда любой, кто их увидит, расшифрует их человеческое поле и скажет, о да, это человек. Что происходит во время этих ритуалов? Мне дали главу и стих об этом. А также то, что иногда может произойти во времена действительно сильных эмоций, так это то, что нечеловеческое поле становится доминирующим. Там есть корабль. И если ты наблюдаешь, то, во-первых, есть человеческое поле, и ты видишь человека, а затем наступает сдвиг. Теперь это не сплошной сдвиг. Это не физический сдвиг, потому что физического нет. Это энергоинформационный сдвиг. Но ты, как наблюдатель, наблюдаешь и декодируешь в реальность человеческое поле, и это сдвиг. И вдруг ты теперь декодируешь нечеловеческое поле, скажем, поле рептилий. И для тебя, наблюдателя, кто-то только что на твоих глазах перешел из твердой человеческой формы в твердую нечеловеческую. Но это не то, что произошло. Произошел энергетический сдвиг, и это то, что такое изменение формы. И, конечно же, ты хорошо знаешь, ты явно хорошо начитан, что изменение формы – это древняя концепция, уходящая корнями в далекое прошлое. Очень далекое прошлое. Итак, у тебя есть эти гибридные родословные, и вот откуда берется королевская власть, и, как я говорю, аристократия и все такое прочее, потому что это гибридная родословная. Если она скрещивается с населением в целом, тогда эта программа начинает удаляться. Значит, все не так, как должно быть. Вот почему они скрещиваются друг с другом, потому что в основном они загружают программные программы, информационные программы, которые содержат эту гибридную родословную. Вот почему у вас так много людей из королевской семьи, аристократии, семей восточного истеблишмента Соединенных Штатов, которые, знаете ли, похожи друг на друга. Просто они в темных костюмах, а не в коронах, что у них будут люди, с которыми у них есть отношения, либо у них будут их жены, либо их мужья. Ведь дело жены и мужа заключается в том, чтобы сохранить программное обеспечение для следующего поколения. Потом они уходят и часто делают то, что на самом деле хотят, с другими людьми. И я много писал о принцессе Диане. Я встречался с ней однажды давным-давно, когда работал на BBC, но я много читал о ней, много исследовал о ней и долго разговаривал с человеком, который знал ее. Был очень близким другом в течение 9 лет. А она была эзотерическим мыслителем, эта леди как и Диана, вот почему у них сложилось такое прекрасное взаимопонимание. Я путешествовал по Америке, и именно в тот период, о котором я упоминал ранее, я встретил 12 разных людей за 15 дней, которые рассказали мне о том, что видели это явление изменения формы. А я как раз в это время вернулся из Америки, и короче говоря серия синхронных событий свела меня с этой леди, подругой Дианы. Это было после того, как Диана умерла или она умерла незадолго до этого. И вот я разговариваю с ней, и она пришла ко мне, чтобы рассказать об ужасном обращении с Дианой со стороны британской королевской семьи, что было абсолютной правдой. Почему? Потому что Диана описала себя как племенную кобылу Виндзоров, и им нужна была ее родословная от аристократической родословной Спенсеров, чтобы скреститься с родословной Виндзоров. И поэтому они свели ее и Чарльза вместе. Чарльз, Чарльз не хотел жениться на Диане. Он хотел, чтобы Камила Паркер-Боулс, которую он подобрал позже после смерти Дианы, снова подобрала. Но им нужна была родословная Уильяма и так далее, которая у них есть сейчас и до следующего поколения. Так или иначе, эта леди говорит со мной о том, я очень подробно описываю то, что эта леди сказала в книге под названием «Самый большой секрет», вышедшей в 1998 году. И она рассказывала мне о том, как с Дианой обращались Виндзоры. А потом она сказала мне, а у меня дома все это записано на одну из тех очень-очень старых кассет. Она сказала, знаешь что? Ты же знаешь, что ты не Диана, которую привыкли называть волшебниками. Я сказал «нет», члены королевской семьи, она сказала. Я сказал «нет». Она сказала, что зовет рептилии или ящериц. А она говорила, что они не люди. И поэтому я прикинулся идиотом. Я играл, я играл парня, который ничего не знает. Я только что вернулся из Америки. Я только что услышал обо всем этом, и теперь эта леди рассказывает мне об этом. И я сказал «о правда, послушай, в чем все это дело». И вот она начинает рассказывать мне, и она привыкла, она была практическим целителем и так далее, и целителем другими способами. В основном другими способами для других членов королевской семьи и более низких уровней королевского аристократического плана. И она сказала «о да, ты же знаешь, что виндзоры — это гибриды. Они наполовину люди, наполовину рептилии». Неужели? Я смеюсь. О, это так странно. Я никогда раньше об этом не слышал. Как будто я слышу это уже несколько недель в Америке. И она рассказала мне эту историю, и я также разговаривал с кем-то, кто говорит, что она принимала участие в ритуалах британской армии. Сатанинские ритуалы, ужасные ритуалы, кто дал мне главу и стих. И опять же это есть в книгах, которые я написал, описывая то, о чем она говорила. Так что эти вещи реальны, и тот факт, что они королевские, вписывается в общую идею. Что такое королевские? И тогда у тебя есть эта вещь по-королевски, не так ли? Божественное право править. Божественное право править. Божественное право править из-за чего? Из-за твоей родословной. Теперь дело не в божественном бесконечном, а в восприятии божественного, которым обладают эти люди, которые являются этими сущностями, этими богами. И это божественное право этих богов править через этих королевских гибридов, наполовину человеческих, наполовину рептильных кровей. И в этом все дело. Вот что произошло, и что произошло, так это то, что в конце концов наступил момент, когда над твоим лицом контролируемым королевской семьей, что продолжалось по всему миру. Люди достигли точки пробуждения, когда у них ничего не было. И поэтому, хотя и странно, что в 2022 году у нас все еще есть глава государства в Великобритании. И не только в Великобритании, но и в Канаде, Австралии и Новой Зеландии, это британская королевская семья. В большинстве стран от них избавились, потому что люди этого не хотели. Так что в этот момент произошло то, что культ, представляющий этих богов, перешел от королевского контроля к тому, что мы называем политикой и политическими партиями. Но это был сдвиг, который на самом деле был очень эффективным сдвигом в манипулировании восприятием, потому что когда тобой управлял король или королева, которые были главой государства из-за того, кто с кем занимался сексом, в каком порядке в этой семейной линии, тогда ты знал, что находишься под контролем тирании. Но когда они перешли к политике, они облачили тиранию родословную в темные костюмы. Так что если ты посмотришь на то, как они это структурировали, в большинстве стран правительства решаются путем выборов одной из двух партий. Иногда их бывает три. Здесь есть старая коалиция, ты знаешь по всему миру, но возьмем Америку, у вас есть две партии, демократы и республиканцы. Вот как это работает. Ты голосуешь за партию А, и они продвигают культовую повестку дня, и тебе это не нравится. Итак, ты говоришь, что на следующих выборах я буду голосовать за партию Б, потому что мне не нравится партия, то что они делают. Поэтому ты голосуешь за партию Б, а партия Б продвигает культовую повестку дня, и ты думаешь, ну, они мне тоже не нравятся. Так как же мне от них избавиться? Ты должен вернуться на вечеринку. И вот как это работает. И я помню одну очень актуальную вещь в Украине. Я ездил выступать в Украину в 2010 году, и президентом там был парень по имени Виктор Янукович. Виктор Янукович был тем парнем, которого вышвырнули с поста во время оранжевой революции в Украине в 2004 году, которым он был. Это вышвырнуло его, и они посадили другого парня. Оранжевая революция. Да, глаз народа. На самом деле в Соединенных Штатах манипулируют на самом деле. Но тогда им не понравился парень, которого они посадили, и то, что он сделал. И им, чтобы избавиться от него, пришлось вернуться к другой партии, которую все еще возглавлял Виктор Янукович, парень, которого они бросили. Так что они проголосовали за него обратно. Они проголосовали за него снова. И он был тем парнем, которого вышвырнули во время следующей революции, который сейчас находится в России. И они привели этого парня, Порошенко, полную марионетку США, другими словами, культовую марионетку, и теперь у нас есть этот Зеленский и то же самое. Но да, это классический пример того, как они исправили политику. Таким образом, ты голосуешь не за человека, ты голосуешь не за мораль или искренность этого человека. Ты голосуешь за розетку, ты голосуешь за партию. И ты знаешь, когда я смотрю на Америку и думаю, о, это этот судья принял такое решение. Да. Да, судья-демократ. Что? Что значит судья-демократ? Он чертов судья. Разве судья не должен быть таким? Что такое политическое уравнение? Это не должно иметь никакого значения. Нет, судья. Все по-демократически. Да, это так, на сто процентов. Но вот как это работает. У тебя есть, и это одно и то же в каждой стране, конечно, верно. У тебя есть демократ и республиканцы, не так ли? И поэтому люди выбирают между этими двумя. Отойди на шаг в тень, и обе партии контролируются одними и теми же людьми. Так что не имеет значения, президент ли это республиканец или президент-демократ, повестка дня все равно разворачивается. Сейчас при демократах это проще, потому что они просто делают это. При республиканцах это немного сложнее. Они все еще это делают. Это немного сложнее, потому что в республиканской партии есть люди, в отличие от демократической партии, которые отталкиваются от этой совместной повестки дня. Они даже не знают, что это вероятно совместная повестка дня, но они отталкиваются от того, что происходит. Продолжение следует... Продолжение следует...